Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые мусульмане! В этом небольшом ролике хотелось бы объяснить мусульманам, как правильно вести себя, если мы хотим зайти на кладбище, прочитать некоторые суры, помянуть Аллаха Всевышнего, то есть с чего следует начать, кому можно заходить, кому нельзя, какие суры читать. И самым первым вопросом, на который хотелось бы ответить, это кому можно посещать кладбище, только мужчинам или только, допустим, женщинам. Есть версия, но она слабая, о том, что женщинам запрещено посещать кладбище. Айше Ради Аллаху Аханха и Фатима Ради Аллаху Аханха, они также посещали кладбище. И, возможно, запрет пророка был связан с тем, что при посещении кладбища женщинами, их посещение сопровождалось различными криками, плачем, скорбью, то есть как-то влияло на психологию, на психику женщин. Поэтому, скорее всего, запрет был связан именно с таким методом, с таким способом посещения кладбищ. Если это не сопровождается этими криками, ревом, плачем, то в таком случае посещать женщинам кладбище разрешено. Есть далиль пророка Мухаммада, это хадис, который приводится в различных источниках, а в частности в книге Аля Аскарь имам ан-Науи. Пророк саллаху алейхи ассалям, говорит, вам запрещал посещать могилу, а теперь разрешаю, так посещайте же их. Поистине это посещение напоминает вам об ахирате. Итак, теперь мы знаем, что и женщинам, и мужчинам разрешено посещать кладбище. Также мы знаем, что однажды пророк саллаху алейхи ассалям, когда был на кладбище, он увидел женщину, которая плачет, но он ей ничего не сказал и сказал ей просто прояви терпение, то есть будь терпеливой, потому что женщина плакала по своему умершему ребенку. Поэтому пророк саллаху алейхи ассалям не запретил и не отругал ее. Но все же вдруг вы не хотите зайти, а вы проходите кладбище или проезжаете на машине. Каждый день мы периодически проезжаем кладбище или едем на машине, мы видим нашу будущую обитель. И поэтому по сунне пророка Мухаммада, это тоже имеется хадис, сборники от Тирмизи, что пророк саллаху алейхи ассалям, когда проходил около кладбища, он говорил следующее дуа. Это дуа он говорил, когда проходил мимо кладбища города Медины. Смысл этого дуа он очень прост. Пророк саллаху алейхи ассалям сказал То есть тахарат, то есть чистота это часть веры, часть имана. Поэтому желательно перед тем, как вы соберетесь посетить кладбище, надо совершить тахарат, то есть малое омовение. Это первое и второе заходить с бисьмилля. Почему с бисьмилля? Потому что сам Аллах начал свою книгу с бисьмилля, то есть бисьмилля и рахмана и рахим. Ну и очень много доказательств из сунны пророка саллаху алейхи ассалям. Допустим, слово бисьмилля упоминается в Коране. Это когда пророк Сулейман написал письмо царице Савской. И это упомянуто в Суре Ан-Намль. Когда она получила письмо от него, она сказала бисьмилля и рахмана и рахим. То есть поистине это письмо от Сулеймана и оно с упоминанием Всевышнего Аллаха. Ну так же поступали в праведные халифы при принятии присяги, при написании писем везде используют бисьмилля. Итак, говорим бисьмилля и рахмана и рахим и заходим на кладбище. Итак, мы зашли на кладбище, сказали бисьмилля, все. Но тут тоже есть дуга. Очень важная дуга, которая тоже упомянута в Сунне пророка Мухаммада саллаху алейхи ассалям. Эта дуга он обучал мусульман, как, что следует говорить, когда заходишь на кладбище. Хадис приводится в сборник имама муслима. Это от Бурайды. Он говорит, что пророк саллаху алейхи ассалям То есть он обучал нас, когда мы будем приходить на кладбище, следует говорить следующее дуга. То есть эта дуга очень мудрая, очень с таким глубоким смыслом, что некоторые люди утверждают, что лежащие здесь покойники, они не слышат. Но судя по этому дуга, пророк саллаху алейхи ассалям сам обучал, чтобы приветствовать лежащих здесь покойников. Ассаляму алейкум, я ахли кубур. То есть, о, обитатели могил. Минили валь мусульминь. То есть из числа верующих и уверовавших, из числа мусульман и так далее. То есть дуга желательно говорить, когда придете на кладбище. Можете, если вы выучили по памяти, можете написать на листочек. Это тоже желательно. Если вы не скажете или забудете, здесь ничего страшного нет. Итак, допустим, вы зашли на кладбище, нашли своих родственников, нашли, допустим, саму могилу. А теперь у вас возникает вопрос, как вообще стоять? Чтобы солнце было сзади. Или, допустим, надо стать как-то назад могила. Или, допустим, с той стороны, направо или налево. То есть вы не знаете как. Вот вообще четких рекомендаций, каких-то конкретных нет. Надо исходить из того, как вам удобно. То есть как вам удобно. Вот, допустим, в такой ситуации вы никак не можете стать напротив киблы. То есть здесь уже могила, там невозможно. Поэтому самое первое, вы встаете так, как вам удобно и так, где вас позволяет место. Можно у изголовья. Можно, допустим, у ног. Если у вас тут могила одноместная, то можно с той стороны. То есть так, как вам позволяет ситуация. Вот. И теперь после того, как вы заняли удобное у вас место, что делать? Вот что делать на кладбище? То есть читать Коран, дуа, зикарь. Да, все это есть. Все это упоминается в сунне, в хадисах. Самое первое – это читать Коран. И Далилин следует различные хадисы. Ну, непосредственно в книге Китабуль Аскар, опять, которую я уже несколько раз упомянул, имама Науи пишет о том, что желательно тому, кто придет на кладбище, как можно больше читать Коран, поминать Аллаха, обращаться к нему с мольбами за тех, кто похоронен на этом кладбище. Вот. Поэтому читать Коран разрешено. Это первый и второй Далилин. Самое непосредственное сунна, хадис Пророка Мухаммаду, который говорит, что желательно читать Суру Ясинь, так как передается, что тот, кто зашел на кладбище и прочел Ясинь, то он получит награду от Аллаха, а покойные, которых постигли мучения могилы. Могилы Аллах в этот день облегчит их положение. Это изречение приводится в книге по фикху имама Шурумбуляли Нур-Лидах в разделе Физияр и Кубур. Поэтому читать, читайте Ясинь особенно, если знаете, конечно, можете опять же по памяти или же по бумажке. Вот. Это первое. То есть Далиль на чтение мы упомянули. Теперь, а можете вообще поступить как имам Махмад ибн Хамбаль. То есть, что он делал? Когда это его, вот эти слова упоминаются в книге Табакатуль Ханабиля, можно сделать три варианта. Первый вариант. Первый вариант. Что сделать? Это прочитать Аятль Курси один раз и три раза Суратуль Ихляс. Это первое. Второе. Можете сделать, прочитать три раза Али Хляс и один раз Аятль Курси. И третий, третий вариант. Он сказал, что прочитайте Суратуль Фатиха, Кульху Аллах и Фаляк и Суру Нас. То есть эти три варианта, они все разрешены. То есть, в третьем варианте это Фатиха, Кульху Аллах и Фаляк и Нас. И в конце скажите, Аллахумма инна фадляху, Аллахумма инна фадляху ли ахл макабир. То есть, эти слова означают о том, о Аллах, я посвящаю савап за это чтение обитателям этих могил или обитателям этой могилы. Ну вот такие краткие рекомендации по посещению кладбищ согласно сунне пророка Мухаммада, саляллаху алейхи ва салям. Пусть Аллах примет этот скромный труд, совершайте дуа, просите у Аллаха прощения и пусть Всевышний Аллах примет этот наш скромный труд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.